термоядерный приветик мы продолжаем с вами с вами товарищ атомный мы продолжаем играть в коды combat игрушку связано с программированием подпишись сейчас и что-то зачем это сейчас доступны холодный ритик а это ты понял подпиской тогда можно поехать так давайте ответим на вопросе какой-то насколько ты готов порекомендовать коды комбат 10 обязательно рекомендую всем поиграть вот так вот ну а мы возвращаемся на свой осколок замок и продолжим воевать значит библиотекарь кидгарда сейчас у нас задание обратить за помощью к дружелюбному библиотекарю погнали обратимся за помощью и надеваем как раз вот этот как он называется программатик он это нам открывает возможность повторение действий то есть использовать циклы очень важная штука и погнали циклы повторения какие функции действия методы очень важные штуки значит скажи пароль двигайся к x на большинстве уровней есть советы которые могут помочь в затруднениях нажми далее чтобы пролистать все советы уровня на этом уровне нажми далее чтобы найти пароль для библиотечной двери и русы я знаю пароль вы должны уйти до того как появится подмастерье охра используя кнопку советы продолжить а я уже не помню координаты тебе нужен пароль чтобы открыть дверь библиотеки пароль находятся в советах нажми на синюю кнопку советы над окном кода а если ты исправишь затруднения нажми кнопку совету это рассказывает что есть тут совет на большинстве уровней есть советы которые могут помочь затрудни нам нажми далее чтобы прочитать все советы для уровня на этом уровне нажми далее чтобы найти пароль для библиотечной двери ну пожалуй руководство большинство уровней есть советы содержащие дополнительную информацию чтобы помочь выполнить цели и узнать новые темы например пароль библиотечной двери х хаш подсказка используя команду сей чтобы произнести пароль подсказка не забудь заключить пароль в кавычке чтобы сделать его строкой а также напиши его с большой буквы не забывай проверять советы на следующих уровнях если возникнуть трудности но записываем сюда пароль то есть вы помните что все если цифры мы без кавычек передаем в эти скобочки если какие-то слова то это обычно надо писать в кавычках х записали регистр то есть такой регистры это большие маленькие буквы в каких-то языках программирования вот в питоне фусси по моему java тоже имеет значение как вы написали слова то есть если вы напишите вот так и вот так это будут два разные слова и компьютер будет понимать что это разные переменные их нужно писать одинаковым регистром то есть буква одинакового размера первый раз написали так и потом вот в принципе сей мы написали не забудь заключить да не забывай повторять что у нас дальше сказать разговор херов херов наш герой объект всегда имеет доступ к методу сайте всегда может сказать сказать что-то сказать действие говорить этот метод создает облачко с текстом на головой героя в котором отображается текст передаваемые в параметры на некоторых уровнях это обязательно но также это может быть полезным инструментом отладки херосэй впусти меня херосэй тадам херосэй теперь я здесь можно комментарии туда записывать и это будет помогать например мы можем брать герой что-то говорит заключать внутри цикла заключать внутри функции то есть внутри действия вот хотя виде показывал под действий и тогда получится таким образом что мы проверяем работает ли вообще эта функция как она работает сколько раз она срабатывает потом покажу как это делать строки строка стрим это фрагменты текстовой информации чтобы сообщить компьютера строки окружите символ вот этими кавычками для примера барк это строка филово тоже строка солджер строка часто строка стрим используется как аргумент передаваемый в действие то есть как параметр для действия например для атаки героя требуется передать метод именно персонажем помню да то есть там нужно записать имя персонажа герой может говорить разные для помощи при отладке бандюр блюмар марба аргументы метода вот видите пример того как запутывает вот представьте что вы сейчас не в игру играете нет вот этих всех объяснений вы в книге находите фразу аргументы метода методы функции переменные собственно это выносит мозг а когда это на наглядном примере и простыми словами все тогда все легко становится нет имеются в виду не аргументы как доводы для обоснования как логики или риторики а подобие аргументов функции в математике эта информация которая может передаваться в метод чтобы он вел себя по-другому аргумент эта информация заключена между это параметры да для примера hero муврайт то есть есть языки программирования и у них по-разному называются терминологии то есть одни и те же вещи называются по-разному вот допустим пример вернемся к понятию метода норма в норме это означает действие для нормальных но вот допустим питоне это метод все плюс плюс в джаве это функции а если мы перейдем к ассемблеру это вообще под программа называется видите и все слова странные кроме действия действие самое понятное все это в синонимы действий значит темы для примера hero муврайт герой переместиться в право на существует метод существует действие которым обязательно требуются параметры в их отсутствие они не будут знать знать что делать но мы вернемся к примеру с нашим дауном который рисуют квадрат или прямоугольник на листочке когда мы отдаем человеку команду то есть да он должен уметь знать или ребенок что такое квадрат чтобы выполнить эту функцию чтобы вы нарисовать его и уметь рисовать в принципе то есть рукой пользоваться и потом он рисует и поскольку компьютер это дауна ему нужны обычно не только просто задать какую-то функцию а еще и указать параметры то есть точно указать какой квадрат рисовать какого цвета какого размера и где рисовать он не понимает компьютер зачастую не понимает такой вещи как нарисуй мне квадрат хотя на самом деле это можно сделать есть такая функция есть такое действие как рандом то есть генерации случайного псевдо случайного числа благодаря этой функции благодаря вот этому действию вот этой возможности на дом мы можем прописывать вот допустим здесь внутри функции такое слово ран дом и в некоторых случаях еще дополнительно указывать скобках пределы то есть в каких каких пределах генерируется случайное число это дальше будет вот к чему я это говорю к тому что нам всегда нужно в функции в действии указывать характеристики зачастую вот там где не надо указывать допустим здесь это за нас уже сделали то есть это облегчили для учебы но обычно нам если сравнить вот обычную команду нарисуй мне квадрат то это как бы для компьютера нужно написать вот даун урайд рэк тангу и дальше идет рандом 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 помните да у нас были четыре параметра то что это значит это значит что нарисуй дал не дал он даун нарисуй даун пожалуйста прямоугольник с параметрами случайными вот это обычно что подразумевает если мы в обычном жизни говорим просто нарисуй квадрат это случайным со случайными числами то в компьютер этого не понимает и ему нужно указывать и чтобы обычные и чтобы обычные действия выполнить то нужно записать вот так тогда случайный тогда компьютер выберет случайный цвет случайный размер случайное место начала и нарисует треугольный квадрат как получится причем он зачастую может нарисовать таким образом что он будет уходить этот квадрат или прямоугольник за границы границы поля за границы листка вот поэтому зачастую компьютеру нужно указывать точные числа в этом была суть постарался объяснить хорошо все запускаем хаш одобрительно кивает и все нам нужно уходить ага двигаться двигаться к их значит герой двигаемся дальше прямо запускаем и погнали да правильно сказал и вышел мы победили победа библиотекарь даже органам нужны библиотекаря зачем мне библиотекарь интересно герои а это открылся герой новый библиотекарь ясных можно открывать хорошо воздет иметь нет пока мы не будем мы пойдем дальше в кузнику освободи узника и получишь союзника погнали только для подпись а да это же этот получается флажок его нельзя значит нам надо воздетый меч это там где нужно убивать по моему кого-то так здесь у нас блокирует 044 жизнь плюс 38 жизнь добавляет немного больше здоровья чем обычный бронзовый щит щил нам нужно разблокировать вот этот доспех значит разблокируем и надеваем потому что мы не можем славно попадать органитом сорками с морками без брони и пошли в бой погнали вот так вот я надеюсь чейс ты смотришь эти видео поскольку в принципе ты хотел начинать учиться программировать и это самый лучший способ начать погнали это был мой прошлый код как вы помните если не помните посмотрите в прошлой серии которые мы писали кстати прошу сказать как по звуку и музыки то есть нормально ли это удобно слышать может что-то поправить вот а также какие-то другие недостатки что хорошо сделано скажите еще что хорошо сделано чтобы я чуть-чуть и порадовался значит пробуем сейчас так я думаю мы проиграем риг да нужно по три раза бить понятно понятно перезапустить они закрыть ну давай добивать а мы проиграли я кстати ничего не чувствую если честно и не испытываю никаких особых чувств по этому поводу ну завалили так завалили меня это вообще не интересует победим я или не победил по идее должно бы было быть беспокоить но хиро гурт и хиро а вот теперь мы победим погнали по крик до 1 завалил 2 и 3 все победа и за чистый код хорошо мы получили награду от объема интересно хоть кристальчики нет 34 кристальчик то есть мы не получили достаточно чтобы отбить потраченная на броню хорошо значит мы это все прошли не поняла теперь узник освободить узник а что этот меч дает урон 10 и 8 это же а функция это же вот действие а так таргет просто здесь вещи есть они новые возможности дает ну вот мы одели новое и пошли играть освободи узника победи охраду собери самоцветы о нам надо сорком сражаться уик дор а нам надо значит подойти и потом атаковать освободи патрика который находится за дверью уик дор значит у нас функция вызываем вначале hero обращаемся к нему и потом можно прямо так выбрать а так пишем его имя так нам нужно атаковать уик дор дор победи охранника по имени ту хорошо мы дальше значит пройдем два раза чтобы начать дальше атаковать мы проходим сейчас героем вперед мужу в правильном направлении дважды правильно потому что мы вот здесь будем стоять раз-два выйдет сюда и тогда мы можем в принципе задать атаку победе охранника ту хиру точка мул вниз двигайся down один раз сделаем до один раз а дальше hero прикажем ему атаковать атаковать и врага зовут двойка ту хорошо смотрим теперь что из этого получается выполняется а вот у нас есть ошибка то есть нам нужно еще пройти чуть-чуть хорошо хиру мы пройти контроль c не 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 ну понятно понятно все не проходится это все нету кнопки остановки вот это плохо давай мы брать вот так вот запускаем вот он подошел а у нас неправильно записано у нас ваек дор видите вот такие ошибки частые в синтаксисе то есть вы где-то коза кавычку забыли вы где-то забыли запятую вы что-то немного неправильно написать и потом она не запускается то типичная ситуация вот и нужно привыкать что нам много ошибок все мы пошли жалко нельзя стоять команды чтобы нам нужно больше его лупить hero move down hero а так ну давайте атакуем его три раза тройку двойку вернее и посмотрим что из этого получится вот мы прошли раз два три а его еще нужно атаковать то всего шесть раз надо атаковать хорошо 4 да а потом нам нужно будет собрать самоцветы значит двигайся down мы остановились на вот этой значит нам надо будет вниз двинуться еще два раза и повернуться вправо один раз пройти вот теперь должно быть вообще все сработать очень хорошо видите то есть большую задачу всегда можно решить если не решается большая задача начать ее разбивать на множество маленьких вот как можем множество маленьких действий и писать каждое маленькое действие потом тестируем смотрим работают ли маленькие действия работают ли они все вниз правильно и так выходить на большой уровень это основа программирования мы начинаем самого маленького действия и приходим большому вот погнали вышли сейчас мы должны победить я считаю значит раз два три пол нет знаете что мы сделаем давайте мы вот здесь тогда чуть-чуть по другому мы сделаем шаг назад потому что стоять мы не можем у нас еще нету такого навыка ну да он мы управляем дауном поэтому не умеет этого делать вот так а потом мы сделаем три шага вперед погнали серьезно он за мной идет я думал он сам типа идет вперед и все о мы победили отлично и забрали кристаллы все все выполнено отлично есть мы сделали это хорошо значит вот опыт чистый код мне не дали увидите то есть наверно чистый код дается если сразу решаешь продолжить но мы отбили зато траты на броню ладно ребятки на сегодня уже все закончили мы почитаем что у нас следующая будет миссия танцы с огнем спаси клавиатуру и своего героя с помощью цикла вот мы наконец-то будем использовать тот программ этикон который у нас был с циклами что я еще хотел сказать пару слов по прошлой серии значит я хотел привести примеры издевательства математиков с кривой первого порядка да то есть вот как в математике и в программировании над простыми людьми издеваются и делают простые вещи невероятно сложно все мы знаем такой пример ну мы знаем что такое кривая 1 порядка вот все сейчас думку копил клево 1 порядка и подходишь на улице спрашиваешь назови мне сколько примеры кривой первого порядка и никто не может называть нужд теряются на самом деле какой-то сволочь когда дебил математический решил называть прямую линию да вот самую простую прямую линию кривой первого порядка то есть кривой линий и потом издеваться так троллить и над людьми кривая первого порядка давайте давайте дерзайте оказывается это просто прямая линия вот есть еще пример когда что-то стремится к бесконечности это тоже абсурдное утверждение вот там стремятся к бесконечности сразу многим выносит мозг как это стремится число к бесконечности и прочие вещи но если понимать вот эти все приколы математики программирования их много и обходить то тогда будет легче потом да про функцию то есть про то что друг дебил его нужно перед этим научить рисовать квадрат чтобы он понимал что такое квадрат и все это я уже говорил почему это важно потому что когда вы саму свою программу пишите вот допустим вы создали героя записали что вот его зовут вася кто-то то-то поставили его где-то на карте его еще нужно научить то есть написать действия которые он умеет день делать и только после этого он сможет их выполнять поэтому если вы будете за действие которого нет он соответственно не сможет делать про то что вот эти термины программист и программирования сон методы функции под программы это все равно действие то есть синоним слова действие если по-нормальному говорить это действие пояснить про действия которые знает герои а ну да это я уже объяснил по рисованию куба да извиняюсь за то что я голову в предыдущей серии написал про нарисование куба квадрат квадрат вот а я написал куб была ошибка дать усовершенствованную функцию с кубом подруги но это как-нибудь потом сделаем покажу расскажу реальные действия без параметров и рандомная а ну да это я тоже рассказал о том что вот действие на общие приказы которые мы отдаем в повседневной жизни это приказы с случайными параметрами то есть нарисуй квадрат и получается тот кому вы отдали приказ случайным образом выбирает цвет размер виде его рисовать и каким собственно инструментом фломастером или ручкой допустим это он делает все сам но компьютеры не додумались делать это сама кстати это классная фишка что если не указываются параметры действий языке программирования ввести такую штуку что они будут случайными ставится начинаем счет с нуля дебильное решение вот еще одно дебильное решение в программировании вернемся сейчас на уровень назад чтобы показать вам суть этого дебилизма значит все знают как по-нормальному программировать все знают как по-нормальному считать мы считаем одну от 1 там допустим до 100 и больше но в программировании в умники додумались считать не от единицы до 100 а от 0 до ну тоже допустим до 100 до 99 и смотрите в чем здесь прикол то есть чем это сложно ну вроде ну сместили на одну единичку а это очень часто приводит к таким ошибкам что отсчет почти всегда начинается с нуля 0 это как первый элемент то есть если вы выбираете у вас там 10 человек вы начинаете отсчет расчет людей в программировании с 0 0 1 2 3 4 5 9 и тогда когда у вас 10 человек то у вас не будет счет от единицы до 10 а у вас от 0 до 9 еще будет и вот допустим мы взяли 100 элементов диапазон 100 допустим человек но мы пишем не единица 100 от 0 до 99 и очень часто когда вот мы знаем что у нас допустим там 100 человек и пишут допустим member человек то есть select member группа выбрать человека но мы знаем что у нас 100 человек и на автомате пишем цифру 100 выдаёт ошибку потому что на самом деле 100 100 человек будет 99 вот такая такой недостаток присущий как си плюс плюс так и и джави вот соответственно это очень неудобно но в других языках программирования например паскаль там начиналось единицы было нормально удобно где же сделали вот эту херню очень неудобно как видите вроде мелочи вот вроде здесь запятую поставить вроде не раскрытые сколько там переменных что это переменная делает вроде вот надо не с единицей а с нуля начинать отсчет но все вот это вместе накапливается и тогда становится сложно но пока мы это знаем и все это ты соответственно она получается легко ладно все мы сделали спасибо вам ставьте оценивайте видео комментируйте можете рекомендовать какие-то свои новые и если вы знаете другие обучающие игры разного плана рекомендуйте я знаю еще несколько игр про программирование обучающих но это будет уже потом сейчас мы занимаемся и спасибо за внимание всего доброго с вами был товарищ атомы